Будинок детского коррекционно-развивающего центра «Стимул» уже давно потребует реконструкции. Надо осмыслить фасад, реконструировать дах и адраматовать другий поверх. И это недавно. Будинку больше 60 лет, а легко кайон станет мультикомфортным и энергоэффективным. Допомогут в жуцовлении этого проекта представники французской будовнейшей компании. Сейчас ведется экспертная оценка будинка и распроцовывается план тепловой реабилитации. Здесь более сложная модель, когда мы говорим не только о энергоэффективности, но и о других критериях комфорта. Это и акустический комфорт, это и влажность, это и кондиционирование, это и соответствующая комфортная среда. Еще один амбицийный проект – створение областным центром мультикомфортного района. Головный архитектор Бреста отзначает, когда проект отрывается, это будет первый опыт квартальной забудовы у республицы. Сегодня мы говорим о реальных проектах, которые мы готовы предоставлять инвесторам. Это, например, район застройки Березовка, по которому в январе была пройдена экспертиза. И сегодня этот детальный план уже утвержден. И мы разрабатываем гради паспорта для того, чтобы выставить их на аукцион. Дальше инвестор, который получает площадку, он должен реализовать один из кварталов с мультикомфортным жильем. Пилотный проект энергоэффективного дома у Беларуси уже реализованный. У Дзержинску побудований целиком мультикомфортный и энергоэффективный дом. Его владельник Алексей Тарнахорский бачить у такой технологии великий потенциал. Мы достигли 29,5 киловатт на метр квадратный. Это самый лучший, наверное, показатель, который достигнут в Третьябурге Беларуси по энергоэффективности. У нас составляет жировка где-то в пересчете 40 рублей текущих в самый холодный месяц. Туда включены затраты на отопление, вентиляцию. Мы как бы подогрев горячей воды, ГВС, который перекрывается у нас полгода за счет солнечных коллекторов. То есть, ну, это полностью все коммунальные поддержи, включая электрику. Специалисты означают, сучасность потребовика будинки были не только утульными, але и энергоэффективными. Пытания створения развития мультикомфортных домов и жилой забудовы разглядались подчас конференцию у Брестским Гарваконками. У делу ее узяли и представники французского концерна Сен-Габен. Мы пропонуем мультикомфорт с позиции того, что мы объеднали и проанализовали важные элементы для конкурса. Канчаткового споживца комфорту и заключили их разом. Усюгета уадзена системе и гета готовые инновации, которые интегрируются у сучасное будовинство. Поэтому Брест, поэтому есть история развития, есть интерес поддержанный, наш интерес поддержанный в Бресте. Есть студенческая среда, просто очень живая, очень ищущая такая, знаете, с которой приятно работать. У дельники конференции означают, что мультикомфортность и энергоэффективность сегодня – слова-синонимы. А реализация подобных проектов – не футуризм, а реальное будущее – будовинство. Евгения Мороз, Александр Воронин, телерадиокомпания Брест.